Эта трагедия стала самой первой в череде катастроф атомного подводного флота. 10 апреля 1963 года новейшая американская атомарина Трэшер навсегда канула в бездну Атлантического океана, унеся жизни 129 человек. Катастрофа потрясла от США. И, как говорят некоторые эксперты, эта трагедия потолкнула американцев к ускорению так называемой лунной программы. За годы Холодной войны СССР окончательно и бесповоротно, то есть без возможности восстановления, потерял четыре атомных подлодки. Все они входили в состав Северного флота. В постсоветское время затонули уже две российские атомные подводные лодки. А вот США потеряли всего две субмарины. Однако общий коэффициент аварийности, то есть отношение общего количества аварий субмарин, к количеству построенных, в российском подводном флоте составляет 0,2, а в американском – 0,3. Иными словами, по подсчетам известного подводника, писателя и историка контр-адмирала Николая Мармуля, на каждые 100 атомных подводных лодок в российском флоте приходится около 20 аварий, а в американском – около 30. Авария – всегда трагедия, с кем бы она ни случилась, с нашими или с чужими моряками. А самым первым потрясением для военных моряков всего мира явилась гибель американской атомной трэшер 10 апреля 1963 года. Она исчезла через двое суток после выхода из базы во время глубоководных испытаний, даже не успев подать сигнал бедствия, погибло 129 человек. Шок, который испытала американская нация, сопоставим с тем, который вызвала гибель Челленджера, много лет спустя. Гибель в мирное время лодки, созданной с учетом новейших достижений науки и техники, нанесла колоссальной силы удар по гордости американцев. Но и в Советском Союзе гибели подлодки потенциального противника отнюдь не радовались. Хватало всяких аварий, в том числе и радиационных, и у нас, чего уж там радоваться. Трэшер в переводе с английского означает морская лисица, тип сельдевой акулы, когда-то у американцев модно было называть субмарины именами морских рыб. Ее корпус имел округлую форму, издалека как раз напоминающую эту акулу. Все эти составляющие, и лисица, и акула, создали на американском флотском жаргоне своеобразное название, субмарину окрестили смертельным охотником. Она, по проекту, была целевым образом предназначена для поиска и уничтожения кораблей противника, в первую очередь, подводных лодок. Трэшер был головной лодкой, то есть самой первой в серии, из 30 единиц по плану строительства. Она имела высокую подводную скорость, до 30 узлов, большую глубину погружения, до 360 метров, два атомных реактора, до этого на американских подлодках был лишь один. Как пишут исторические первоисточники, мощность энергетической установки позволяла лодке, без перезарядки реактора в 10 раз обогнуть по экватору, земной шар, по мощности она могла бы обеспечить электроэнергией город с населением, в 20 тысяч человек. На вооружении лодки было от 20 до 40, ракета-торпед типа «Соброк». Строительство подводной лодки, стоимость которой составила 60 миллионов долларов, длилась 38 месяцев. 3 августа 1961 года лодка была передана в состав ВМС США. Смертельный охотник был гордостью американцев. Правда, уже за первый год эксплуатации на этом подводном корабле было выявлено аж 875 неисправностей и недоделок. Поэтому чаще подлодка «Трэшер» стояла все-таки в доке и на заводском стапеле, где эти недостатки устранялись, а не бороздило океаны. Надо сказать, это общая болезнь так называемых головных лодок, первых в серии, как американских, так и советских-российских. Чаще всего «Трэшер» чинили на знаменитой верфи в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир или в соседнем Гроттоне. Утром 9 апреля 1963 года, после очередной починки и устранения технических замечаний, лодка вышла из гавани Портсмута, где простояла до этого на плановом осмотре аж долгих 9 месяцев. Кораблю предстояло совершить двухдневное пробное плавание, которое должно было завершиться погружением на максимальную тестовую глубину. Такая проверка необходима после длительной стоянки на верфи. На борту «Трэшера» находилось 129 человек, 12 офицеров и 96 старшин и матросов из состава экипажа лодки, а также 4 офицера и 17 гражданских специалистов Портсмутской верфи. Командир лодки был достаточно молодым, однако опыта подводного плавания ему было не занимать. Капитан-лейтенант Джон Уэсли Харви впервые командовал таким кораблем, но до назначения на «Трэшер» он три года прослужил офицером на «Наутилусе» первой американской атомной лодки. На ней он, кстати, принял участие в легендарном походе подо льдами Северного Ледовитого океана. Сопровождал «Трэшер» небольшой специальный катер «Скайларк». Кроме чисто исследовательских целей, он играл еще и роль спасательного судна, для этого у него на борту находилась группа водолазов, которые могли выполнить работы на глубине до 30 метров. Но помощь спасателей «Трэшеру» так и не понадобилась, глубина, на которой лодка затонула, оказалась значительно большей. 9 апреля субмарина осуществила несколько погружений на глубину 260-290 метров и к утру 10 апреля прошла континентальный шельф и вышла в географический район впадины Вилкинсона, где глубина Атлантического океана резко возрастает от 300 до 2400 метров. В 7 часов 47 минут 10 апреля с борта лодки сообщили о готовности к глубоководному погружению. Командир лодки передал на катер, что планирует пробыть под водой 6 часов. Глубоководное погружение происходит у всех подводников различных стран поэтапно, примерно через каждые 30-50 метров погружения производится остановка на достигнутой глубине. Во время паузы идет осмотр отсеков, проверка различных устройств, забортная арматура и трубопроводов, после чего лодка снова опускается на очередную ступеньку глубины. В 9.09 «Трэшер» достигает допустимой глубины погружения 330 метров. Телефонная гидроакустическая связь была очень неустойчивой. Многие донесения с лодки поступали на катер с большими искажениями. И вдруг в 9.13 на катер поступает тревожная весть от командира лодки. Есть некоторые проблемы. Угол положительный. Вертикаль. Пробую продуть. Буду информировать. Вскоре все присутствующие в гидроакустической рубке катера услышали шумы, очень похожие на те, что сопровождают выпуск сжатого воздуха. Но вот в 9.16 прошло какое-то, вообще непонятное сообщение с лодки. Ввиду большой глубины слов было почти не разобрать. Но на катере показалось, что из потока слов прозвучали слова «предельная глубина и превысил». В 9.18 на катере снова услышали громкий шум из-под воды. Некоторые опытные члены экипажа и группы наблюдения катера, участвовавшие еще во Второй мировой и побывавшие в различных боевых переделках, а характеризовали этот шум, как треск ломающихся отсеков прочного корпуса. Но никто еще не мог поверить, что все уже кончено. Атомный трэшер замолчал, и, как потом все поняли, замолчал навеки. В 13.37 был передан сигнал тревоги «Сепсинг» по Атлантическому флоту США. Он в переводе означает «подводная лодка затонула». В 17.30 пришло сообщение от патрульного корабля. В 7 милях южнее того места, где еще в 9.17 находился катер «Скайларк», на поверхности моря обнаружена масляная пленка. Чуть позже там же выловили несколько кусков пробки и пластика размером со стандартный лист бумаги. Пробкой, служившей изоляционным материалом, была выложена вся внутренняя часть корпуса трэшера, а обнаруженный пластик обычно использовался на атомных подводных лодках для защиты от радиации. Искал лодку весь Атлантический флот США. По данным исторических первоисточников, в первую очередь западных, американские моряки из-за излишней суеты, просто-напросто поначалу потеряли в океане точное место, откуда лодка в последний раз выходила на связь. Глубина океана в этом районе настолько велика, что мысль о том, что поврежденный трэшер может лежать на грунте в ожидании помощи, исключалась полностью. Американским адмиралам пришлось сделать заявление, что лодка, к Рескорбию, погибла. С этого момента 129 человек считались не пропавшими, а погибшими, что гарантирует семьям несчастных выплату, немалых денежных компенсаций. Они были выплачены осиротевшим семьям подводников в тот же день. Президент Кеннеди в своем выступлении выразил семьям глубокое соболезнование. Причины гибели подлодки трэшер с точностью установить так и не удалось. Правда, различные версии выдвигаются до сих пор. Среди них есть и довольно экзотические. Например, такая американская лодка погибла из-за акта саботажа или диверсии со стороны советских подводников. Правда, американские профессионалы-кораблестроители, да и сами военные, отвергают эту версию как анекдотическую. Так или иначе, судить о причинах гибели лодки, которая лежит на дне океана на огромной глубине, можно скорее только теоретически. В акте комиссии по расследованию причин гибели трэшера в свое время было отмечено. Полученные данные не позволяют определенно утверждать, что же в действительности произошло с подводной лодкой. Так была поставлена безжалостная точка на самой первой трагедии в атомном подводном флоте. Но по мнению ученых, именно гибель трэшера привела, как ни странно, к активному развитию американской лунной программы. Американские конгрессмены, возмущенные гибелью новейшей супер-дорогостоящей субмарины, критически урезали бюджет подводного кораблестроения. Президент Джон Кеннеди просто не успел его отстоять, через полгода после трагедии трэшера. 22 ноября 1963 года он был застрелен наемным убийцей. Это позволило Советскому Союзу в ближайшие годы догнать и перегнать США в этой отрасли. Однако лунная программа Кеннеди осталась финансово насыщенной и в конце концов стала ему как бы лучшим памятником. К концу 1960-х годов в СССР появились непревзойденные до сих пор стратегические подлодки, а астронавты США высадились на спутники Земли. Впрочем, это уже совсем другая история. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Вас ждет много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok